вот насколько ты сколько ты синдерен конечно рискуешь сейчас а вот была возможность убрать архимика но в чем проблема заберу то про то гейминг но а чего бы и нет 5 кунка шаду демона будут бегать ровность давать space для пигминчик пигминчик на фарме патрайдер пока взяли для кевки это будет героев плейминг выбирают герои тоже неплохо может быть самим алхимика просто взять и вырвать из рук противника я думаю что неплохо должно есть вариант в принципе взять себе и такого героя как тени эскейпы тоже часто практикуют эра для эры это один из самых сигнатурнейших героев дополнительные ошибаюсь как раз таки в первом раунде этого турнира не идти не брали и выиграли одумался себя действительно есть есть над чем подумать сайленсер очередь сил тьмы выбирать героя чтобы пытаться как-то обломать инициацию стороны патрайдера попытаться не дать скомбинировать конки там его касты нюки интересно конечно вариант посмотрим посмотрим что получится все считал первые три героя никак не мешает продать и взять алхимика вообще секунд все еще алхимика здесь будет просто-напросто ничем убивать дополнительное время оставить ли на last peak квм этого персонажа или возьмет сейчас или вообще решит поиграть немножко другим набором героев нужно ли это напомню что в той карте был еще о.д. но да и забанили нужно брать пытательный вариант конечно хочется герой который в потенциале купить себе и пока п чтобы солить и особо сильно не мешало чтобы магический прокаста цинь кинга эмирана не чувствовать луна все-таки это будет кирилл луна и будет обуз опять же с иллюзиями уже от шату демона с рапшин на луну луна также будет манта style мы знаем что он очень хорошо пуш когда собираете парочку артефактов и и клей вы будут разноситься по всему файту сносить строение какие-то позади и код с герой на арте черноут escape очередь сил тьмы запрещать героя опять же все еще может появиться алхимик на центр все еще может я верю что кого я может быть осталось 10 секунд посмотрим эскейпы могут поставить мирану в мид же кирнаут на кире могут же кирнаута поставить они на центральный коридор по идее мирана может еще поромить попек дополнительный сен кинг тоже универсальный персонаж который может и на оффлэне находиться может быть и в лесу и в миде может постоять слой чего в общем сейчас вот правда лишь только может размышлять и предполагать о том как расставить своих героев escape escape уже будут подстраиваться под пик противника осталось 10 секунд осталось 5 секунд дополнительное время запанишь алхимик или не запанишь алхимик вопрос вопрос вот редко такая ситуация происходит когда над последним банным именно долго размышляет капитан же важно сейчас не опростовалось это не отдать героя который приготовили на ласт пик про дота что может законтрить все вот это вот движуху санкинг мира на саленсе чекернаут я не знаю я все равно верю в то что алхимика могут взять про деми не 6 дм захочет так рисковать конечно про дота могут в общем-то говоря и не брать этого химика никто их не составляет варианты есть присутствует да красавчик носит рода молодец молодец но могли брать алхимика я в это верю сендрент тоже верил над над этим думал полторы минуты он был поймите алхимика или не понять возьмет ли это квм или не возьмет алхимика и взял я вот уверен что вас пик бы взял но хаштонова забанил забирает инвокера 1 8 на турнире героев для койка все становится на свои места это будет джиггернаут кири это будет инвокер в мид это будет оффлейн санкинг и бегущая мира на саленте что мира нас говорят санкинга могут и менять друг друга с 3 дефис 4 позиция санкинг может пойти в лес мира на поставить на оффлейне санкинг может стоять на оффлейне мира на паром эти взаимозаменяемые темплар ассасин про тот и заходит ласт пиком ну что понеслась решающая карта проигравший в этом противостоянии вылетает из турнира остается вне призов выигравшие отправляется уже в полуфинал будет играть пителем пары level up и flip side tactics ну этот пара краски будет сегодня играть уже после этого матча что обязательно смотреть ну а в нижней части сетки там остались еще такие такие команды как кайпе за империал и еще одна что-то комбо такое альтерна это такст поляки будут играть против фрэнс тоже будет интересное противостояние но несколько позже не сегодня осталось 10 секунд осталось 5 секунд чем мы ждем синдерен пропал верните синдерену пожалуйста буду отлично ну и поехали знакомиться к нокому отказать escape гейминг ябзор сыграет на ромби щемиране эра будет херридж гернаут синдерен на суппорт саленсере кое-ква медовой инвокер и ноффлейне будет стоять кизу на сэнд кинге про дота гейминг пивер суппорт шаду демон как в той карте конка должен быть в руках к в м а вторую игру подряд также будет отыгрывать на этом персонажа киевка сыграет на оффлейн батрайдере увидим мы с вами темп ларку в руках пингвинчика и на легкой линии будет фармить кардер на луне что швард сразу был проставлен такой агрессивный клики прошли это судя по всему перемещение стороны кизу видел гардер сейчас кликает мол давайте ребят центре иди вардим центре иди вардим сразу но сами варту очень хорошие поставили и пока их местоположение не знают escape очень такой хороший этот интересный фарт он не позволит комфортно фармить сэнкинго тут спаум 30 секунд до начала сражения какие-то там отводы и прочее сюда можно прийти и просто просто забрать но тоже там при приколках подбегаем территорию выдавать торрент и мешать или забирать крипов чужих сколько то можно кликать уже но все уже поняли квм уже кликнул картуру что-то кликнул все кликнули что там находится варте прекрасно знает а вот поделился у нас шату демона одним центре дал его гардеру карта сейчас пойдет поставить ли то сможешь подвеска съезд отлично соточка лишняя сотка оба битера забрали себя по паунте так она это раз чем вы за нас самой паузы ничего не предвещало беды вы знаете команды так особо никуда не торопится я посмотрел по расписанию на самом-то деле есть смысл торопиться только одному коллективу из этих двух это продать и гейминг у них сегодня запланирован еще один матч в рамках другого турнира был плен называется им играть он нужно против датских медведей но проблема в том что этот матч должен начать через 10 минут а тут продать нужно еще целую карту отыграть поэтому где-то будут накладки где-то будут задержки или может быть даже переносы там не было сегодня еще про доте предстоит поиграть в дота эскейпов это один единственный матч на сегодняшний день отыграет и отправиться поэтому общем-то говоря и не торопится спокойно комфортно с чувством с толком с расстановкой слушай но вот просто все варду уничтожали про дота гейминг 2 центре и 2 об сервер варда были найдены и уничтожены абсолютно без vision остаются сейчас эскейпы еще какой-то не совсем внятный поставил центре сам на синдерен да ну вот в плане вот этой войны вартов просто проиграли начисто эскейп никакой дополнительной информации не видят они не получают соответственно посмотрим что получится вот на топе начинается противостояние уже кизу на сенкинг и пытается помешать картеру на луне пивер конечно же тоже мешает кидает poison кидает яд стакает его положено происходит пришел три удара вы видите временем топ ларка старается топ лар ассасин помешать синдерен приходит курсу накидывает пингвинчик тоже не самый сигнатурный герой конечно топ ларка для пигвинчик он как ноуде конечно может у нем отыграть но это не то игрок на алхимики старая сейчас откойка очень серьезно пока против него табла конечно придется потерпеть немного тиммейтов на помощь никаких нет вот квм квм у нас мы помним сделал стадию early game для своей команды он бегал кангал не был 501 поначалу статок когда лучше всех только за счет его хороших перемещений по карте пока вот он был на нижней линии несколько помешал джиггернауту постарался всяком случае что-то пытайдер имеет 7 на 7 а у джиггернаута на секундочку 00 ни одного крипа он еще не взял но с чувством выполненного долга квм перетягивается на топ торрента первым с вами не попадает миди но уже синдерена кое-како понимает что так просто это шальной торрент может и лишить жизни потому что помимо торрента там еще пойдет там парка под рефракшеном пить вот она конечно но когда мы же выдаст на топе луна кстати говоря тоже недовольны что против нее сент-кинг стоит то что сент-кинга топовый крипстан сейчас луна очевидно не дофармливать кизы еще ныряет за пивером стрела залетает мощный пивер должен проект наверно теперь расплат отлично скомбинирована будет литовой гардер тоже можно пробивать кизы до конца пару страйк в память через 2 секунды откатиться языки то странные мувы сделать все равно догоняет и все равно буду делать отлично сыграно потом на то самое комбо сент-кинг эмирана во всей красе работает действительно очень здорово что может быть проще подборол страйк дать стрелку ничего проще получать стики напалом сейчас купил себе magic stick ну и всегда мог уйти потому что не был плейд фиорин об этом прекрасно да и про дота пока с первых минут страдает на верхней линии сейчас сент-кинг получает просто отличнейший старт лучше не придумаешь у него уже 2000 голды появится танкил будут можно подумать о покупке быстрого плит тагера всяком случае уже level 5 скоро появится эпицентр если разок еще задевается что-то демон проблем но дисрапшн есть подтягивать что мы видим фунта и комбо простой могло бы сработать если потом было по таймингу кизу просто выкапывается гордой до конца дает бим-бим второго уровня прокачки дэмэджа немного и кидзу здесь спасается какая же оплошность казалось бы что может быть проще тп сделали сапшин под него торренты сделали фракт но нет пускает кизу кизу выживает здесь из-за боли мид пойдет там курьер и опасно опасно сын кин ковыряет ковыряешь творится в тексту творит выжен агрессор обалдеть без кп вообще не париться заходят подкапывать темп лаку залетает комбо с амирана и виде arrow также салензер подтягивается пару даров это парка направляет таверну 30 ну и пока санкин крайне хорош кизу пока исполнять на очень высоком уровне а были проблемы этого игрока как только он ворвался на профессиональную сцену когда нашел его в общем-то товарищ синдром у игрока этого был довольно маленький пул героев кизу кто не знает это вообще хонер профессиональный очень долго он там играл высокому уровню достаточно и в 2015 году решил сменить дисциплину и поиграть в тот сандоренова откопал и вот кизу начал обживать оффлей вы знаете прогресс виден на лицо сейчас что не герои так очень хорошие исполнение кизу радует глаз тем более уже какой-никакой то и опыт имеется игры на ланах да то есть помимо того что на фоне там где-то участвовал еще и на интернешнл съездил посмотрел какая атмосфера в доте в творится воочию наблюдал состав как мы знаем эскейпы после интернешнл не поменяли так что стабильность может быть может стать хорошим и подспорим для победы на различных турнирах но мы знаем что немногие команды как раз таки остались в том составе которым были дают а но вингс на пидаут эскейп гейминг но практически все остальные составы свои поменяли посмотрим сколько стабилиц принесет какие-то успехи те же самые вингс гейминг пока особо нигде не выступали у них там есть прямой инвайт на круиз кап так что в конце октября месяца мы уже увидим их в действии что называется на и по-моему тоже еще не играли вот эскейп тоже один из первых матчей с игроком пока один соскачивать но сезон дело такое с новыми силами нужно снова мотивационным таким подъемом вступать в первые турниры начать конечно же с малого таких турниров например небольших ну и ждать конечно же анонса мейджора который я уверен совсем-совсем скоро будет эскейпы как участники интернешнала и как состав который не поменял своих игроков в команде имеют возможность получить инвайт закрытой квалификации прямой ну я не говорю про инвайт посредственно мейджор потому что это вряд ли это допустимо но в закрытой квала я думаю это не будет а там уже как вся проект поэтому сейчас новособранные составы конечно исключительно готовится уже к валам нам и самая главная задача те которые не может стрять и за 5 таки заходит подкапывает стрела залетает байфюре сверху старштормы то еще киза не постеснялся использовать свой эпицентр очередной хороший ганг от сын кинга и 40 становится счет 202 играет киза красавчик задоминировал мид доминировал нижнюю линию верхнюю линию везде успел все супер пока после трактил бутсы и magic воду у него уже имеется 1200 голды через 1000 уже появится блинг у ранний блин конечно это гроза вообще любой луни не раскачаны то есть луни ведь тоже чтоб потом уничтожать строение уничтожить противника нужно там 3-4 артефакта купить себе dragon land купите монта стайл купить себе поможет но если вы не покупаете быстрый блинг начинает впрыгивать в луну который нет ничего это фактически докачивать и смерть в голову и за главное сейчас не потерять этот вот темп который он сам себе запах активный такой темп хороших перемещений хороших нападений у нас блинка будет врываться много проще внутри топовых над force пока имеет escape gaming стадии лейка не провели замечательно луна еще как-то пытается там встрять в эту самую тройку но видим что-то плак несколько просела хотя отставание опять же на не такое большое за парке тоже для счастья не так многое нужно купить теперь бог веном на фармить на плинк взять фэйзы или пт в конце концов и уже вот например тот же самый саленсер будет очень серьезно страдать такой суппорт который не имеет escape а конечно это вот корм для там плара сасин в будущем этот минус появляется у койко сложно найти тех персонажей на которых койко не собирает хендов мидас он обычно играть на таких персонажей типа его как раз медведь инвокер везде нужно фармить мидас ну и здесь он тоже в этой игре появляется конечно по фарму очень серьезно выходит перед койко качает через просто класс и взорота не оставляет себе возможность прокачать векс чтобы иметь возможность уйти в английский что делает упор на санстрайк и делать конечно же упор на быстрых двух форб спирт на пожалуйста лапор что уже появляются пасин физического урона очень много можно еще и пушить при этом при всем пингвинчик решила с квм пробежаться квм сказал что надоело стоять на месте хочу пока нгать хочу фрагов поделать и вот будут они встречать противника на дефитер один но дефитер один пока идет только саленсер и это его ошибка синдорен встречает квм замедлить синдорен пытается спастись мунлайт шаду курсу дал вернули на крест на таран посадили и все на этом средств от наружения так понимание нет ни сэнтрии ни дастов ничего нет поэтому спокойно здесь саленсер будет выживать а вот батрайдер не факт что выживет кизу с ябзером дают рассказ кефка страдает несмотря на то что даже был рейндроп часть урона конечно поглотил 120 дэмэдж на вот кого-то санкинга она залетела слишком много и пытает 5-0 какая боль для продавит давит серьезно зажимает еще эра по нижней линии спокойно подфармливая фейза есть кольцо думаю что пф стандартный можно выформить и не допустит ошибку в такой сборке у нас джиггернаут и за поставил все так довольно хороший набир его мог спалить что он видел что санкинг не зря в этой точке находилась скорее всего проставлен варку по цепи центре тоже есть вариантов ну и можно раздевать попытаться ночи конечно грамотное решение покупает рейндропы в данном раскладе для про доты вот видим что три имеется все же пингвинчика думаю кого ему тоже нужно будет приобрести макурона сейчас невероятно много мирана санкинг все это очень сильно мешает там с кем-то кастами может инвокер помогать поэтому рейндроп мастер центральную башню сил ямсер атакует аренд стрела все уходит никуда чтобы тратера но через арки будут сыграть по тратер между прочим не самое такое стандартное решение то есть обычно либо транквил или по просто сапог и дальше уже выход в блинг а здесь аркингутс но интересный такой рассказ интересный такой тип раскачки как очевидно виднее делаются стаки тем временем от pd то что подошла луна и в конечном итоге их сформила луны и dragon land пока только имеется тоже рейндроп куплен он хороший вар поставили нас здесь escape мы видим что выхода из нижней линии выхода из центра не все контролируется информация о передвижениях противнику escape имеется поэтому позволяет подпушивать вниз спокойно формить на центральном коридоре отпушивать верхнюю линию информация таких вот момент она точно решает езу нафармил себе на можно будет уже понаблюдать за первым стянулась там пларочка дату то платить вар тоже имеет возможность это забирать не только луна в этой ситуации шли пигвинчику помочь ну вот вы форме все это можно купить себе blink tiger наверное все же сразу денег не хватит ведь еще что-то пофармить в любом случае пигвинчик будет максимально приближен покупки первого слова этом хорошим и конечно под от ворсу будет догонять и луну и пытаться есть блинку сент кинга зафармила все темп ларка 2050 голды не хватает буквально двух сотен ничего страшного прожимают смог сразу будет атака сразу будет атака куда вниз судя по всему что есть на вижу на вообще никакого информации на любое местоположение противника только лишь на обум на угад пытаются куда-то подойти вот снизу сейчас увидели джекернаута кликать кликать может быть там но уже часть смог было потрачено до время что в никуда и ганг не получился на самом деле даже джекернаута здесь напали там такая помощь просто последовало бы три персонажа готовы были вкрызаться своего тиммейта джекер продолжается хватить на упаде уже становится супер очевидным тоже гернату вообще никак лезть не хочется покупать блин к себе там пара сразу башни сил тимы атакуют он бокер уже почти есть аганим так вот то же самое койку оставь одного он с крипами и он знает что с ними делать подфармливают мид линию постоянно не дает снести свой товар и вот обращается к двум спауном нейтральных крипов которых тоже он постоянно фармит на команде он может оказать помощь в любом случае даже находясь на максимальной дистанции от своих тиммейтов то есть просто давай санстрайк да у тебя экзор там вкачан получается на 6 уже на строк на стерео и количество урона появится аганим и еще жестче будет пробивать неспешно очень развиваются события с этой картинке решили подловить курсала спорт есть глобал поздновато глобал поздновато глобал сандарем успел дать и срапши но потратил все мы конечно убили как просто приходит получает блэдфьюри на развороте эклипсера еще и демоник курс клопотал его просто здесь уничтожила даже не успела мне слэш проражать или даже не хотел по итогу получается оффлейнеров керри плюс товар тайский наверно неплохо для пт все же дачу больше денег заработали смогли размочить счет сделать хотя по 1 килл на 15 минуте сразу же пойдут ломать товар но луна скоро станет тем самым оружием который быстро с товарами будет расправляться а если еще будет поддерживать ты плак с помощью дизолятора ты вообще да вот эти герои с иллюзиями от демона прям очень быстро ломать строить нужно еще раз качать еще пара артефакт вот дизольт для пигминчики нужен и картура нужно собственным от оставил иметь пока добинат на торт на гаммац нижнюю башню сил слева залетает вверх уже крипов пытается есть я обзор от двух либо забрала потратить на это между прочим тоже уже блин есть я не хватило осторожно весьма осторожно проигрывать никто не хочет вылетать с турнира на такой стадии читать финале явно не хочется и тому другом коллектива кому-то ведь придется шансов на ошибку никаких нет проиграв здесь третьей карте просто вылетаешь и первый свой турнир ну будешь не праздновать победа с довольством тем что вылетел четверть финале мягко скажем но мотивация очень сильно может рублей поэтому и третья карта с получать очень спокойно сан страйк убивает саша на сенбокер но забивает нижнюю башню сил робота и ты плакать 5x верхнюю башню сил тьмы атакуют что я немного наверное все таки берут обороты наберут оборот у нас про дота в плане своих активных действий что появился веке спалить вперед петел камеру и блайтстоун уже имеется у нас у пигвинчика то есть солятор совсем скоро девка с блинком может сидел реализовать блинка ягис все вместе провести хорошо fight но и скепы конечно же будут тоже максимально возможное время и хлеб и трак драться против айгис и не хочется еще не раскачет только только выбор на cpf на очередь еще огромное количество этом в который нужно собрать торопиться некуда ну да имеет мокер уже к ним 1200 к тому что блинка приобрести себя какой-то очень очень спокойно очень обычно после такого спокойно в начало там когда 1 20 минут немного что происходит 8 фрагов потом начинается это бешеный мидгейм с переходом плейт где нон-стоп замес где нон-стоп драки какие-то сражения перевороты и камбеки вот на этот момент конечно будем ожидать траволатый но пока пока смотрим затем под парни пингвинчик очень хочется эти дизоль 011 не часто встречи чтобы там пларки смита был такой когда нас то потом с покупкой дизолятора мне просто страшно представить что будет с бедняжкой синдеретом нету а фрага вот казалось бы неплохо он не видел но он сидит на вардах плотно и вот даже госкептер ему не дают выформить нам даже не будет покупать его скептер купил себе став форста кстати говоря штука тоже нужны но все еще если вдруг порта был потрачен одного из своих тиммейтов там плака напрыгивает синдерена но это реально будет пару даров торрент не точно открываем этим временем пришли пытается помешать вот та самая ситуация при которой противника есть вроде бы даже и сильные скейпы нутраца вообще не хочется лезть подозвали хотя бы рябов селоку разрушена которая дополнительная ауру на дэбдж с ним пушить много проще это из чагалды карта сейчас появится я же налил тимый торт так можно мне нравится мне нравится что у нас действительно эфир сегодня будет таким бесшовным условно потому что по расписанию я смотрю следующий матч флипсайт против лава лап начнется 21 сетта из 22 по москве 2 часа конечно эта игра не продлится хоть черт его знает серьезно черт его знает это игра может вот с таким настроем с такой динамикой длится и полтора часа короче больше час точно если вдруг не активизируется оба коллектива но сейчас возможно будет первая схватка начинается у нас глобал пытается киза расставаться эпицентр по гардеру карту очень больно сэвить шаду демон не смог суд по всему глобал на нем писал поэтому ничего не создавать но теренем лассо пошло отпрыгивает ябзерс под лассо уходит после нас уточняем кораблик от квм оба втебейт обдалки запутаются съесть терене минус мира на размен 3 по 1 и остается эра я работе фьюри прожимает он не славь все еще у него имеется но можно его гнать можно его гнать сметает темп ларк тарет под ноги дали эра погибли хорошая драка трипл пингвинчик пожалуйста изолятор пингвинчик дабларка все понятно конечно немного вот смутил то что бивер не успел дать disruption хотя мне вот на секунду почему-то показал что глобал уже спас бивер и он реально мог в последнюю секунду засейвить луну дать disruption но что-то видимо видимо все-таки глобал еще продолжался это кажется так он конечно же помог даже и без этого то есть потеряли луну не страшно вообще-то плата сделал трипл килл заработал огромное количество денег спыда команду и просто рак обла выгодно и тут поставился кефка койко встречает отлично колл снэп фарджи койко на инвокере что тут можно добавить это его персонаж он его чувствует это планки что мы с вами можем ожидать ну тоже можно покупать какие-то драгон лэнс но конечно лучше бкб проще лучше и надежнее намного купить себе бкб в этой игре и уже колл снэп и не мешают глобал тебе не мешает ничего не мешает сенкинг грано с про кастами тоже не мешает за время действия бкб ты просто берешь уничтожать противник ну с нанесением физ урона то платки проблем как мы знаем не бывает этот показатель можно улучшать в последнюю очередь айгиз был потерян высвободился слоту пигменчик скоро что будет куплено гардер купил себе бкб абсолютно верное решение еще пока не купил купил себе составные части того пока да а как лапами трилхаммер ну тут абсолютно верно но мот оставил здесь наверно бы не сработал почему потому что статов дало бы недостаточно а магического прокаста например того же эпицентра тебя это мотта стал не спасет люди твои погибнут в секунду а вот пкп кп это уже совсем другое дело есть мы light shadow тем временем от escape гейминг и сейчас они попытаются возможно кого-то напасть увидели двух жирнющих эншиндов много денег собирают но не поставить под атаку про дот наверно все таки про дата сейчас пока и не будет влезть драку нет в этом смысла ибо отсутствует пока бы на двух корах только них вы фармит можно будет идти в бой но в целом между прочим ты и бодрайдер тоже имеет возможность выйти пока б пока он выходит в более простое решение относительно global он будет покупать себе юлы за счет юла пытается избежать по саму глобал салинца просто потому что пока бы как собирать сложнее юл из более дешевых частей стоит я думаю что даже и после юлы пока бы тоже можно к вам своим тоже стандартным айта билдом не изменяет купил себе предварительно драма фэнджеранс ровно как в предыдущей карте ну а дальше думаю арбит какой тоже последовать ответный смог пт будет ли смогов ты нет а есть есть два смока все еще имеет став все еще нет форста фона сэйв своих тиммейтов конечно большую грозу представляет именно койку но сам большой нет ворс сейчас на карте очень много фармит но это него сейчас будет вылазка есть мог я смог стороны про дата койку должен сейчас все почувствовать все понять и избежать этой атаки пытается уйти на пленке карта находит его виде дает бим торрент на ход замечательно дальше кораблик туда же на крест вернули прячется в инвиз уничтожили уничтожили даст работает а вы появляется плана сасим родила 3 900 но хватает но не приобретает но может что-то другое все же может быть тоже монта станет пока бы я покажу правильно это самое простое решение это самое простое самое действенное решение данной ситуации конечно купить пока башки по два пока бы на двух корах и по моему это знак знак того что просто сейчас может просто смело идти вперед добить нижнюю даже без айкиса просто покор героя которых будет нереально убить что эра эра имеет бфр имеет яша сейчас полторы тысячи монет сверху то есть будет покупать симонта ставил ему еще чтобы быть таким супер полезным нужно купить как минимум дефузел плейдс и потом блин к то есть для этого количество времени предоставить ли мы это время большой вопрос конечно пока фармит пока 25 часов а дыры и две смерти временем разбирают очень быстро терпо тавар на топе у нас продукты заходят на хайк граунд глифа здесь нет так ретироваться escape назад бежать спасать базу хата горит тпшки 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 вот так потому что буквально пару секунд прошло а луна с иллюзиями весь этот лап и чуть на тир 3 не разобрали они разобрали стир 3 вчера так завтыкают и без бараков останутся реагировать нужно просто молниеносно подловили луну кстати говорят санстрайк туда гардер бкб не поражал даже не спасло почве кто-кто унести свои ноги которые не смог такие за еще и бивера подловили кое-кого здесь бластом гидов и вертали на минус 2 наказаны были про то что моментально не ушли вере как больно как больно то парка вас простреливает три удара ну да и осталось 400 хп там блин появляются уже атакуют в целом я не думаю что должно вот смерть 2 героев когда демотивировать идти дальше продадут потому что в целом это исключительно ошибка луна и бивера что недалеко не ушли так то тенденция быть сильнее чем оппонент у них сохраняются в порядке сносят они тир 2 снизу и рошан там появился между прочим сейчас стягивают вниз приходит эскейпа будут догонять тайра догоняет на blink пигвинчика пытается взять залетает стрела точно по пигвинчику залетает кораблик кораблик хороший топ лак нажимает пока бейджет хоть так же девка нормально развели на мкб тоже приятно прошла наша нужно забирать второй по счету без сыра пока луна находится далеко гартур бы еще конечно манта стал при 5 ну что больше побольше статов было чтобы он не умирал за то время пока его подкапывают а пока б ну то есть вот понятно дело что пока бы поражать нужно пережить там первый станку это условно ну или заранее нажимать что тоже не стал дается вот и чтобы пережить изначально рассказ то вот если еще добавить себе несколько статов купить себя ultimate work pt например на силу в том числе тоже может помочь и тогда уже после там всех нюков он прожмет по кп включат свой ультимейт и раздан так вот тут просто поставить сейчас кизу кизу подставляется был хороший выход под смоками от pd перетянулась на также еще и луна луна пошла вниз отпушивать ну и можно рашан заходить хороший минус у санкинга нет сейчас байбек поэтому драться очевидный сгейп и не пойдут на рашми следовательно будет а вы егеса егес для пингвинчика или может быть для луны для пигминчик скорее всего есть у нас лот купилась в творящих сверху кристаллицам благодарю да все хорошо и вот казалось бы ситуация какая 5000 преимущество по деньгам есть escape gaming и вот если блеглым взглядом склюнута эту карту казалось бы так доминирует escape но вот есть у меня чутье что ни черта не не доминирует иллюзия обман но вот и сейчас потратил возьмите что будет неплохо и удал на из пол на стрелу подставил сквм кораблик уже получает а мне слэш спасти shadow demon был кулдаун во-первых торчу главу церкву на крыле в любом случае так поживает кунг пережил весь сторону но батрайдера натали на собираться вместе про дозу то есть дождаться появление по трайдер по статье пятером ломать тир-два искать играм пока могут пока есть айкис а то так по одному раз убили два убили escape и могут и просто не позволить продать эту игру выиграть и койку включить что приклеился он к верхней части карты постоянно здесь находится постоянно подфармивает пушевать верхнюю линию карту творящего находит подтягивается также там плана сасим центральную башню что же будет против инвиза если только данный судит у нас бокер просветок никаких нет плюс скан довольно качестве ска между прочим и за этой скейпы просто увидели что есть то есть персонажи и но кирсов свалил на подходе к поймах что rr манта стал выходит понемногу уже в общем-то говоря выше денег на байбэ к слову не оставляет он поставил интересно будет ли он за это наказан из уделу тоже себе взял центрально форстаф наконец-то появился но хоть какая-то какое-то хоть облегчение да то есть топ ларка зайдет за спину если он среагирует если не сработает крис то есть должно быть много если чтобы этот самый саленсер выжил успел прожать форстаф и каким-то образом спастись ну или просто нужно держать позиционку ну что ж заходит сейчас на верхнюю линию голые два барака конечно конечно бараки сейчас просто милое дело уничтожать глифа все еще не имеется луна пробивает клей вылетают курса конечно ставится ну что темп ларку торнадо подсадили стрела не точная лопатков пиквинчик даже не включает пкп а зачем так все порядке рефракшн юзается черная пачка иллюзий как он сам зашел ну и вот так вот просто спокойно сносит бараки вообще без кого лип сопротивления ничего не могут сделать эскейпы эскейпы все еще ждут когда егис пропадет пигвинчик чтобы ввязаться в борьбу но до тех пор у вас будут падать строение не решили сразу идти на мид решили все-таки отпушить нижнюю линию на торопиться наверно тоже пока никуда пока ситуация под контролем эксперимента встреч пошла то что же эскейпы эскейпы надо придумать какой-то план для переворота нужно какие-нибудь яркие активные действия ну то есть какие моменты можно например подловить противника пока он не собрался вместе пока их там не пятеро потом под смоком прошлись одного запитали луну какую-то как прошлый раз альта плаку если удастся отошли таким вот образом просто не дать pd собраться вместе ну как ты эскейпы больше решили выбрать вариант игры вторым номером вариант от дефа то есть мы будем знать как граунде до последнего выберем самый удачный момент который только возможно и произведем там файл и благодаря тому что будет дополнительная броня товара благодаря тому что будет находить на хай-граунде будем отвечать на вы в противника у нас будет больше шансов драку выиграть вполне это звучит разумно то есть такое мы с вами уже видели в первой карте так и произошло про то доминировали про то зашли там куда-то и проиграли пару драк и в итоге карту слили но правда должны помнить печальный опыт сейчас и не повторять таких ошибок поэтому они сейчас нет аропатии поэтому они сейчас действуют аккуратно шаг за шагом методично последовательно зарабатывая все больше и больше превосходство над оппонентом нося вот эти вот внешние строения ну и вот сейчас судя по всему они решили зайти по нижней линии все еще действует аэгису пигвинчика глиф на этот раз имеется подпушивали на максимально возможную дистанцию эскейпа верхнюю центральную линию но нужно отбивать нужно уже отбивать залетает стрела ее поймал пигвинчик хочет впитать себя проказ какой то что просто терять аэгис нарочно поставился я уверен киза подкапывает глобал пошел пингвинчик дисрапшн получает даже пока то не тратит так вот на лично то есть таким моментом да и уходит сейчас просто переждут глобал тир ты там уже был потерян ну чтож можно сказать на бараке младшаду уже нет глобал уже нет захотят ли продота все-таки разворачивать как же большой соблазн снести еще одну крайнюю сторону чтобы выиграть эту игру с двух крайних сторон конечно эскейпом будет тяжело сопротивляться здесь конечно есть жаггер с бф который там крипов будет отбивать луна имеет алтимой торп скоро появится манта ста вызываются очередные иллюзии встречают форжеты решили сбоку обойти здесь у нас из кем гемику через момент вьюлл поднимает себя по трайт это хорошо приагировано получает прокаст кип-постись нереально сложно приходит гардер под пкб начинает раскастовывать свой эклипс носят очень быстро мирану пошел он не слэша выживают про дота мирана делает байбэкса кик в таверне пигвинчик пытается достать эру эра уже не имеет возможности уйти куда-либо хотя на блинке сваливать неплохо вышло три пулкил тем временем делает гардер убив саленсера кое-кво сматывается в инвиз другую сторону уходит ну вы знаете драку конечно проиграли про дота это факт но параки стоят параки стоят самое главное база не сломана и под с этого захода не пойдут но с другой стороны конечно байбэк от мираны два героя в таверне тяжело в следующий раз будет еще тяжелее принимать гостей у себя игра конечно план был неплохой но вот дэмэджа просто не хватает сейчас луна не покупаете манта стан покупайте скади просто увеличивая статы на себе иллюзиях своих интересное решение давно такого не видел скади на луне почему-то говоря и нет в этом есть смысл лоту 40 время есть у патрайдера а предыдущую драку провести хорошо не удалось он таким фейсчеком занимался относительно впитал себя всю инициацию стороны оппонента быстро погиб но зато удал информацию своим тиммейтом которые смогли среагировать и ответить джаггер на бивера признал мне слышь был давать нельзя его кстати говоря и не было вовсе а просто гнаться за бивером делать такое потом он прийти и помочь но почему нельзя было в этом не слышно что лотос вот вот этот вот танец двух героев которые дали друг другом не слышно был бы довольно забавным моментом где-то я наблюдал по моему сегодня что ли на md или была игра где джаггер нау тоже ультанул по моему в тимбер что ли на котором висела тусорпы итоге два эти героя просто крутились по всей драки красивый это выглядит правда малоэффективно что для одного что для второго графики опять же показывают что у эскейпов есть какое-то преимущество но большая часть этих денег которые сверху содержатся понятное дело в инвокере опять вот 5 800 над ворс койку штуку хекс тарин кортия покупает печально что такой герой как инвокер конечно контрит наличие пока ты про за время действия пока вы тебя падают бараки ты вроде бы мастер рассказов ты идеально там все раскастовываешь ночью какой толк если тякс пока бы ни черта не работал пыжишься пыжишься бараки уже упали да конечно после того как бкб закончится царкой роль потому что своими рассказами может догнать убить и так далее если это было победой в игре то да но победы в игре будет являться снесением всех строений на базе противник инвокер таки похвастаться не может оттуда могут опять же не торопится то есть вот провели файт казалось поразвели на байпбэк осталось добить бараки снизу но все равно есть опасения есть сомнения в том что они смогут сделать прямо здесь сейчас и конечно же играет аккуратно аккуратно ждут когда появится раша который кстати говоря уже появится сыром прожимают смог интересно уже они видят видели что здесь полноспирано вы цехи тоже прячется ночным баре конечно вижу порезан довольно серьезно обнаружить кого-то не получилось не так много сейчас наиболее актуально как раз такие моменты вот именно с выходами по смоками например сейчас 25 секунд осталось до появления рошана если бы они провели какую-то хорошую смог атаку убили одного из героев пока тот таверник появляется рошана и вас больше шансов забрать без кого-либо сопротивления едицы но обе команды сейчас полном здраве никого из членов своих составов не потеряли и занимаются тем чем должны заниматься преддверии появления раша конечно распределить отодвинуть линии на максимально возможную дистанцию поближе к базе а по ним нижнюю башню сил тьмы блок стоит толстым 3 800 уже сверху кунка тут я блинк рошан знает что здесь есть рошан знает деплорка знают и escape gaming свою очередь оставили хороший вард видно иллюзии луны таблорка подтягивается мирана занимается таким обсервингом да получается товар отрабатывает а что с гемом гем был у кефки кефку этот вард не нашел пока летает не радиус вард не долетел то ладно черт с ним в любом случае заходит про доту уже на рошана и конечно же знает об этом escape gaming но может быть это вот последний шанс escape зацепиться за эту игру подраться на рошпите воском проходе кое-как если что прилетит на тропала просто потом дараться против сыроек из идут на это и тут на это escape и сознательно не стали ввязываться борьбу все еще планы играть от дефа ой не знаю ой не знаю тропала приобретается белуна птм поменять скате появляется также у чагера внезапно искать на двух керри прям с разных сторон забавно выглядит зачастую мы в играх вообще ни одного сказать не видимо тут очень смущает на 40 минуте отсутствие вообще кого-либо фрага уэра то есть этот 023 чем занимался джаггернаут всю игру крипов с мобил 333 крипа взял там очень достратно в любом паблике я уверен на любом рейтинге просто кто-нибудь увидел такого джаггера которого 023 на 40 минут сказать парень лови репорт ты какой-то прям афк там фармер и так далее ты нам не нужен загнобили на тут ситуация такая что конечно фрага в принципе было сделано немного и в тех которые были сделаны эскейпами не принимал участие керман принимал в 3 из 12 но его удар был не последний грамотный ход то есть гарда приобрет себе приобретая себе трэвла он позволяет отпушивать все линии потом трэвлах прийти к своим тиммейтам что так чтобы не было возможности у эскейпа в сплит пушить ну как-то жестко да там мы знаем такие момент когда инбокер начинает размениваться сторонами своими форджами с потолок рейте там еще джаггернаут может помочь довольно важное решение от именно в макро чтоб наконец-то решились прудота гейминг пойти по нижней линии сыра егис все это имеется конечно гембо кпшки крутые айтемы крутых айтемов прудота очевидно побольше на глаз но и голые бараки что-то манят и очередная попытка с боков зайти под смоками что же эскейпа то придумали в очередной раз прошлый раз бэтрайдер очень быстро приняли light shadow сверху второй слой сумерка грубо говоря на бивера в спину можно зайти подкапывать его бивер моментально в таверну среагировать должны сейчас про дота гейминг встречает койку от рассказом квм он рассказ не очень точный залетает глобал квм подставляется под эру койку взяли и за время 10 лассо пытаются взять да и просто-напросто убили эра здесь а мне слэш дает на очень маленьком запасе здоровья кизу заходит нас эпицентра неплохо по гардеру гардер асягис нет забываем на развороте еще и откидает за счет своего доминатор нужно его добивать каким-то образом мокер после байбека решает эту проблему эра получая последний удар от плак отправляется тоже таверну при этом он не имеет возможности байбекнуться просто элементарно не хватает денег не хватает каких-то 173 голды как же сложно отсутствует только один шаду демона там и там плакал у нас фул хп с полом по подтягивается здесь еще и квм так говоря тоже байбек сон как инвокер абу с крестом на темп ларку сейчас подхилят на базе и вернут 7 100 монет наверное есть смысл что-то приобрести себе пока не до этого пигминчик учит бараки сломать ну чтож без джаггернаута из ультимейтов нет ничего только койква с акторином с агонимом может сейчас как-то поспособствовать депу выдавать свои нюки свои касты свои какие-то комбинации сбили ему линку дал пока емп лишил луны и в принципе все равно эклипсер но не не пытайдер ловит циндерена лассо тут же перехватывает и золоте прокат пакетки можно лететь отличный юл хороший sun strike кепка все еще выживает тем временем солицы пайбекается барак уже один потеряли остался ранжевой на него можно просто забить что будут ли бросаться в погоню сейчас кизута ныряет дальше подкапывает неудачно получает на развороте демоникпурж побивает гартер от дисрапочной есть иллюзии которые тоже киза пробивает удар от пигминчика очень больно можно идти дальше замедление пошло трэпы взрываются по кб пигминчик прожал да забить конечно ничего делать все в порядке линию спушили они своего добились цель минимума была выполнена цель минимума конечно снести нижнюю сторону теперь без двух крайних сторон эскейпом будет защищаться защищаться очень сложно без байбека инвокер без байбека саленсер джокер не хватает денег на что-либо все что осталось правда так грамотно запушить мид ну и денег много было заработано и пингвинчик 7700 монет 7800 луны 5000 колды по одному сейчас такому мажорному хорошему артефакту появится пигминчика сразу врать клика приобретает себе бабочку луна кончилось не приобретает а можно сатаник взять на самом-то деле сколько была ситуация когда карта остается минимальный запас здоровья после нюков ты потом просто пожимаешь сатаник пока бы отхиливаешься от всех и это уже плохо по флопах и снова пауза снова какие-то траблы уже пауза 4 по моему за эту карту а две минуты требует пивер ночью одну из кейпов будет возможность какой-то план придумать сейчас синдерен поразмыслят про скинет своими мозгами там прикинет что-то как и придумает план для камбэка и что тут звучит как невероятно закомбэчить в этой игре все шансы остаются ну какой вот есть такой минимальный плюс то сейчас в этой ситуации для эскейпов то что понемногу помаленьку но пока башки становятся 5 секундами у темп ларки и у луны давайте посмотрим пока 8 секундные луны конечно все еще очень долго будет действовать это плотки 6 секундные но вот уже хоть что-то потому что когда нет пока по избивается рефракшн там все-то 2000 хп инвокер говорит привет уже может поступить бой да не только он потому что мы с магическим прокастом людей хватает а то есть мира на то же самое еще готова 100 шторм и влетать и сэнкинг с эпицентром с барау страйков но вот это нужно подловить опять же до бкб наверно не вариант а вот после бкб но чтобы переждать бкб нужно еще каким-то образом от обороняться конечно форстаф и госкептер какие-то по идее должны помочь короче все это очень сложно все это требует от эскейпов прям суперского исполнения где-то даже может быть и удачи и ошибки стороны конечно п.д. в этом случае еще можно будет надеяться на переворот ну а так если уже скажем здраво без розовых очков взглянуть на текущее состояние эскейпов то для продота должна быть довольно легкая игра довольно легкое окончание этой игры только сейчас к график показал что не впереди на 5000 они были впереди там на миллион тысяч минут 10 уже назад судя по их артефактам что они собирали поэкера но экономика эта штука такая железность не поспоришь дождемся в общем-то когда с пауза нажмется полтора часа у нас остается до старта следующего матча если еще где-то так на прикинул 6 пауз примерно где-то по 10 минут плюс окончание этой карты мы как раз вами сможем закончить игру чтобы следующий матч тут же стартовал и стрим у нас надолго не завершался так что давайте капитаны подсоберитесь правда конечно с ума сойдут 60 минут на паузе сидеть но ничего бывали не такие паузы и не такое терпели вот так что ребят давайте сами тоже активизируйтесь как раз таки время удобно и сейчас вечер еще не глубокий вечер 9 часов московскому пишите в соцсети пишите что-нибудь в твиттере вконтакте так далее пообщаемся разберемся что да как зачем почему сегодня я full day работаю без со кастера фактически что с утра ласта не было ластом с интернетом боролся за его наличие точнее с провайдерами что сейчас внезапно и сегодня трансляции но избавим таки друзья что сегодня помимо того что будет еще один матч от 2 цел будут играть level up против он скоро его компании с пяти утра мы вновь изобновляем наши трансляции марс до ттв лиги первого крупнейшего лана в этом сезоне огромное количество матчей завтра запланирован получается на завтрашнее утро так что ставьте будильники ребят не проспите потому что игры будут просто великолепны гиги и пилот жить им с тигрит нею вич и гемика джи питали тело джи ти фаровой янг завораживает список таких команд сегодня были матчи волшебно здесь тоже смотрели если пропустили игры они очень рано стартовали были определенные проблемы с твичом так что насладиться полноценно всеми картами там я думаю мало кому удавалось так что где-то вот в записях можете наверное взглянуть нашем youtube канале получше качество тут расклад что урхапом скучать не даст матчи будет очень много освещаться ближайшее время вся неделя практически нас расписано гор будет много так что не пропускать кстати вот касательно этого матча немножко удивлен конечно что вот escape так сложно то остается игра против про доты и даже не рискует матч проиграть мне казалось но вообще вот есть такая тенденция пытают такое мнение что команды которые сохраняют свой состав после того как все решат но есть обычно начинает стрелять много примеров было те же wings например да там тоже в один момент просто стрельнули когда все начали свапаться игроками на и в какой-то момент тоже со счет стабильности хорошо поднимались здесь как тут у синдерена не идет вроде бы ты был на одной из лучших команд мира то с этим же составом ну собственно говоря ездили на int этого дорогого стоит фактически в 18 сильнейших команд попали которые приехали на вот что-то как-то встречаются с про доты тут проблем конечно матч-мачу рознь это понятно и карты всякие могут получиться но их слова все-таки про дот отыгрывать хорошо и крути картер венчик его тиммейт и прям любо-дорого смотреть ну и конечно сказывается то что для escape это один из первых официальных матчей вообще после такого продолжительного отдыха поэтому ребят только будут набирать свои былые силы ну и видимо позже уже раскроют весь свой потенциал ну что ж а те временем пауза отжимается и продукты будут заходить по центральному коридору последней линии осталось последняя плоды ски последняя надежда на победу матча тратся потом против микро репов конечно ну что ж опять таки спины попытка зацепить залетают снова очередной раз шаду демона пытаются быстро взять они его взяли убили есть из эриал пингвинчик за счет этого не смог убить мирану что дальше дальше торнадо пошло слушать 4 на 5 драк емп проказки за будет подкапывать два пока бы моментально от гардера и пингвинчика не получилось комбинить залетает еще и корабль который даст баф и подцепили кизу твм есть юбиран тем временем разбирается план ассасин ну драка делится нескольких частей сейчас пингвинчик просто потянется чтобы помочь своим тиммейтам в основной части этого замеса кефка дал ассо перед своей смертью эра должен справиться слушайте неплохо очень даже неплохо санстраки залетают твой пингвинчик хорош урон нашел дабл дэмэдж можно развернуться и станет конечно же не станет пока вы откатывается выиграли драку escape gaming выиграли один в два подрались никого не потеряли правда в это время конечно крипы их базу грызут но не страшно бить можно быстро ну вот если конечно на бой скоро героев заполись тепла пули луну какую-то убили был вообще волшебно в любом случае так неплохо игру не потеряли все еще держится все еще держится на плаву escape gaming а значит есть порох пороховниц есть возможность играть компетчить но мало ли таких еще парочку файтов провести летишь получится я разработал себе денег 3 800 но сейчас наверно не нужно рисковать все же лучше оставить деньги на пайпэк из излишков только 1800 но этого не хватит потому что купите полноценно этом блокер инвокер 5 500 опять-таки очень и очень ну что пора уж наверно хэдов питас продавать не знаю что ну хекс к это приобретать шиву все же шиву где-то потом конечно но бри фрешен может быть будет тоже должен будет совсем все плохо потому что будет и пить пасу с последних сил раскастоваться пойти на базу взять рефрешер в инвентарь рефреш на все способности и вернуться вновь бы тут временем уже салки раз появляется луны доминатор все еще не было крыжен в сатаник нужно сделать путь и конечно вот я так же понимаю что гардеру отчасти нужно иметь доминатор потому что кого-то там волка например замес привести было бы неплохо достаточно полезная опция это конечно вопрос пальмам большой почему собственно говоря не было пофиксен тот момент почему когда ты из доминатора делаешь сатаник свойства доминатор у тебя не остаются почему ты не можешь присумолить и никого крипа ты неправильно все свойства предмета который был поглощен это более сильный предмет должны сохраняться все возможности у старых предметов так и работает а вот у доминатора сатаника какие-то проблемы в этом плане ну да ладно это уже другой разговор там теряем заходите рт ритома почти снесли 6 хп осталось после блат сейчас люди на давай драку на тут прямо сейчас давать бой на своем к граунде принимать нельзя потому что если будете драться на своем к граунде вы потеряете бараки замесе пигминчик может проигнорировать противника и вот таким вот образом через пока вопрос насти пара минус сер 3 осталось два голых барака сейчас в эскейке не торопится про то то ну кстати говоря обуз тут даже несколько обуз в один обуз это у лун или делать иллюзии с помощью десрабшина слотик перед рукой обуз конечно же на крестом парку сажать который будет идти и ломать бараки но вот двумя таким путями можно было с бараками расправиться но не решились опять же под и боятся боятся опять проиграть драку очень аккуратно играет как же это команда хочет победить вот прям с и вова максимально сливого не подвергая опасности вообще исход этого матча ну что стоят на хайграунде все в порядке долго вот так вот конечно escape и не могут находиться своем лесу потому что линии линии подпушивается крипы уже зашли на хайграунд где имеет возможность неплохой про дота если начнется файп на нейтральной территории просто луна сделает т.п. вот сюда она вы скрипов просто несет сторону есть не сторону даже не сюда просто он будет носить все так что завязывать здесь какой-то проложительную борьбу наверно тоже нельзя и вот что делать ситуация патовая хорошая роза летелку и чека сан-страйк да но я не забирает луна судь по всему балку и дом не слышь кастова не очень удачно хотя конкур забрали дальше пошел eclipse вместе с топ ларкой пытаются разбираться с иллюзиями пока кизу здесь покажи в синдерон погибает очень быстро то плату подновили айс пол метеорит пингвинчик страдает кстати говоря нет пока он может погибнуть рыдать так вот райдер теперь пикминчик просто пятался реармить скоро сможет да есть из рабшины реарме вся такая скорость будет его подрубать три героя уже у эскейпа погибли джекер на удел и байбэк отбастовывается бой попытается спастись нужно отбивать уже базу стартайкер 4 здесь ну да но тяжело очень тяжело кашкунка байбэкался минус 1700 подрались escape кое-ква 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 не пускает противника своей базе хочет кто-то подловить со спины взять вот она темп лак это между прочим вместе с миранной кое-ква сейчас может просто разобраться теплора сосисом планка пока бы через секунду буквально там нереально патра это развели на байбэк спит оттягиваться мирана давит на пятки юл и тапки юл пашу блинг липы просто все это уходит в сторону поцепили аэром через демони фордж вложений не будет раки бараки бараки есть глиф появится сенкинг и саленсера саленсера не будет глобала целую минуту еще и заходят луна в наглую пробивать бараки глиф сейчас работает там планка здесь форс spirit и ставится из волглиф сейчас пойдет луну нужно убивать как-то просто юзает бкп в наглую сносит бараки минус милишный рейджовой сейчас тоже погибнет заходит эра гадра пытается забрать есть подкоп барак стоит карта потерял лишь только аегис залетает корабль табло в спину на ябзора не удалось убить гардера подловили пытаются его поймать табло пожимать пока вы все от нее просто убегают уже мега крипы тем временем в лассо поймали эру рюзает манта стайл залетает на сирене пицента погиб уже саленсер бедняжка саленсер вообще остается мне слэш покатывается по патрайдер отличный его там не слэша спасает свою жизнь диски авка темпларка разбирается нашли джакера джагин после байбэка да луну конечно забрали это здорово этого недостаточно чтобы перевернуть эту игру бегает кое-кво кое-кво конечно делать максимально возможно всех замес куча кастов куча нюков огромное количество урона но невозможно драться против и луны против там плать которых есть пока то просто невозможно и от смысла луне прожимая сейчас свой байбэк но зачем кто сказал что без джаггернаута тут эскейпа вообще смогут свои базовые эскейпы не хотят прощаться с этим турниром не хотят признавать поражение пока еще какое-то время конечно посидят в игре подумают влад мир покупает себе мира на подпушивают мега крипов сомнительное конечно занятие не очень приятно и очевидно что делать реке пайк все приобретает к в м пошел ну давить просто нужно все линии поддавлять поддавливать цирк 4-4 товаров осталось только один причем еще одна статуя осталось а две статуи вот и вообще-то говоря все постройки что есть на базе единственное что сохраняет трон ну и четыре герои escape game конечно же тоже ну что ж правда уже здесь луна сейчас придет на т.п. мне крипов начинает пробивать цирк 4 товар и крипов еще отбиться еще и персонажи тоже нагнетают прячется прячется подальше бодрайдер здесь на крест посадили кизу дальше должен быть какой-то торрент бодрайдер взял саленсера темп ларк начинает пробивать на все время трон просто через bkb просто трон луна тоже здесь картер тоже bkb через иллюзии трон падает губки ну что ж мацы про дота долго мучили они здесь escape гейминг долго мучились сами но зато зато знаете как-то без были дольности что ли они эту игру выиграли то есть они не оставляли возможности escape сделать кп какой-то то есть они понемногу понемногу подавливает там товар снесли тут бараки подбили рошанов там три штуки подождали ну правильно так и нужно верно играть на победу когда вы сомневаетесь в том что вы с одного захода можете выиграть игру например вот мне нравится в этом плане и пи феникс они явно чувствуют когда они намного сильнее пусть это будет 12 минут и 14 они уже пойдут на хайграунд и путь оснастить игры заканчиваются рано а когда у вас нет уверенности в том что вы сейчас выиграете точно 50 замес и снесете сторону то лучше конечно играть так играет про дота гейминг аккуратно спокойно у фармливая слоты отжирает своих коров и уже потом заканчиваю свою пользу ну чтож победа ставится про дота гейминг большие ребята молодцы проходят они дальше по сетке будто не играть с победителем пары flipside tactics и level up и именно этот матч и ожидается следующим на этом канале через час и 10 минут если быть точным но пока все